Татарстан – самый значимый партнер Беларуси в Приворском федеральном округе. Взаимный товарооборот по итогам 2018 года приблизился к миллиарду 300 миллионам долларов. Чтобы сохранить и приумножить столь достойный результат, нам нужно искать новые точки роста. Главным вектором взаимодействия в этом направлении видится увеличение объемов инновационного и инвестиционного сотрудничества. Знаю, что вы делаете в своей работе основной акцент на внедрении в практику передовых технологий и научных достижений. На этих принципах развивается и наш важный кооперационный проект по созданию газомоторной техники, в рамках которого известные белорусские предприятия МАЗ, МТЗ, Амкадор, БелАЗ активно сотрудничают с татарстанским холдингом Раритек. За последние два года собрано почти 200 автобусов, которые работают на газе. В 2020 году будет произведено еще столько же единиц подобной техники. Совместно с Минским моторным заводом продвигается работа по производству четырех- и шестицилиндровых газовых двигателей для тракторов МТЗ и машин Амкадор. В перспективе планируется перевод на этот вид топлива самосвалов БелАЗ. Эти примеры подтверждают, что мы выбрали путь не конкуренции, а партнерства. Развивается самодостаточное взаимодействие, создаются новые рабочие места, предоставляются равные возможности для предприятий Беларуси и татарстан. Распространение этого показательного опыта на другие регионы России обеспечило бы большую отдачу от экономического диалога. Наша страна располагает серьезными возможностями в области нано- и биотехнологий, а Белорусский парк высоких технологий является одним из крупнейших кластеров Центральной и Восточной Европы в области разработки компьютерных продуктов. Мы готовы наладить тесное взаимодействие в этой сфере с Казанским IT-парком и иными наушно-производственными центрами Татарстана. Ключевым направлением остается наше сотрудничество в нефтехимическом секторе, на долю которого приходится половина товарооборота. Хорошо, что вы сегодня приехали, мы как раз ведем с Россией диалог по выстраиванию сотрудничества в области нефти, и я думаю, что сегодняшний разговор будет очень важным не только в информационном плане, но и в связи с работой в этом секторе. Также видим перспективы для более широкого взаимодействия в сфере экономической безопасности. В 2019 году Россия включила в повестку дня актуальный во всем мире вопрос переработки отходов и вторсырья. В этой сфере мы готовы с вами сотрудничество вплоть до строительства мусороперерабатывающих заводов под ключ. У нас аналогичное предприятие функционирует в Бресте, Беларуси и Татарстана большие возможности, перспективы для продвижения совместных региональных проектов, контактов медицинских и образовательных учреждений, молодежных организаций. Углубление кооперации в машиностроении, реализация проектов в области инноваций должны вести к росту двусторонней торговли. Я убежден, в ближайшей перспективе у нас есть все возможности достичь годового товарооборота в 2 миллиарда долларов. Ну, конечно же, чтобы с такой мощной республикой у нас как-то был более сбалансирован товарооборот, хотя я понимаю, те объемы нефти, которые мы покупаем, они ведут к перекосу нашего товарооборота. Если мы захотим, мы его сможем сбалансировать. Мы также готовы рассмотреть все ваши предложения и принять соответствующее решение. Тем не менее, я вам очень благодарен за сотрудничество в области продажи техники, особенно МАЗ. Несмотря на то, что у вас свой КАМАЗ под боком, вы все-таки аккуратно относитесь к нашим товарам техническим и в том числе к нашему предприятию. Это хороший показатель, мы это очень ценим. Продолжение следует...